Приветствую вас, Исуша. Я думаю, что в ваших отношениях есть проблемы, трудности, которые связаны с взаимопониманием, с контактом, с выражением своих эмоций, с чем-то общим между вами, есть проблемы с личными границами, и я думаю, что есть, по крайней мере, элементы любовной зависимости, или созависимости, потому что вы говорите, что он не может расстаться. Вот вы говорите, что делать. Что делать, чтобы что? То есть вы пишите, что сейчас в отношениях не все гладко, он приходит, обещает на каждую мелочь, из-за этого мы ругаемся и почти не общаемся. Но ведь вы пишите, что ругаемся мы, то есть ругаетесь вы. Обижается он, а ругаетесь вы. На мой взгляд, это несколько странно, потому что получается, что он обижается на что-то, психует, вас это задевает и вы ругаетесь. То есть вся проблема заключается в том, что никто из вас не берет на себя личную ответственность за свои чувства, за свои переживания. Никто из вас не хочет признать, что то, что он очищает, происходит только с ним, только в его реальности. И поскольку за помощью обращаетесь вы, то я полагаю необходимо вам начать с себя. То есть вам необходимо начать с себя и разобраться, почему, например, вы ругаетесь и не общаетесь со своим молодым человеком, из-за того, что он на что-то обижается и психует, почему вы его обиды и его психование воспринимаете на свой счет и воспринимаете как оскорбление. Как у вас это происходит? Как у вас происходит этот процесс? В нем нужно разобраться, вот в этом процессе. Какие у вас цепочки происходят? То есть вот происходит какое-то событие, человек крикует, то есть он находится в состоянии нервного напряжения, очевидно. И любая ситуация служит таким трамплином своего рода, своего рода трамплином. для выражения этого напряжения человеком. Значит, и вы воспринимаете это как что-то негативное, вас это пробуждает негатив, злость, агрессию. И вы стремитесь от чего-то защититься. Ну, потому что агрессия это защита. А вот нужно разобраться с вот этими моментами. Дальше. Вы говорите. Молодой человек приходит и обижается на каждую мелочь. А мелочь, вот само слово мелочь, здесь является обесценивающим. То есть, говоря мелочь, вы обесцениваете то, что беспокоит вашего мужчину. И у этого, у этого, ну, у такого отношения тоже есть свои причины. То есть, вы склонны какие-то вещи обесценивать. Ну, так вот, рискну предположить, что обесценивая что-то одно, вы можете обесценить что-то другое. И, на мой взгляд, ну, это далеко не самая лучшая история для вас. А поэтому, поэтому с этими аспектами нужно разобраться. Следующий момент, это невозможность расстаться и невозможность отпустить. Ну, в первую очередь, понятно, что речь идет о попредностной сфере. То есть, о сфере желаний. Я не могу расстаться, потому что не могу потерять что-то. Второе. Речь идет о страхе, возможно. Здесь либо страх у нас боли, либо страх одиночества. Вот. Иногда это одно и то же, но просто на что-то больше внимания идет. И восприятие человека как такой определенной материальной ценности, которую не хочется и нет возможности, по мнению, вот, в данном случае. Вас обоих потерять. То есть, это, ну, такая своего рода привязанность, получается. Причем, привязанность в самом худшем, наверное, смысле этого слова. Вот. Потому что вы не можете расстаться, вы не можете позволить человеку быть счастливым. И здесь вопрос, который вам нужно задать себе. Опять же, и вам, потому что вы обращаетесь за помощью. Вы можете дать послушать мой ответ своему мужчине. В принципе, это подходит и для него тоже тоже. Вы можете спросить, а что я хочу для своего партнера? Что я хочу для себя? Как я могу это выразить? Вот. Дальше. Эм... То, что касается... Молодого человека. По поводу того, что он секует и объединяется на каждую мелочь. Эм... Обиды. Это... Вот именно обиды. Довольно сложно... Эм... Такая конструкция. Представляю же из себя... Либо локальное... Какое-то... Событие... Связанное с... Общей несформированностью отношения человека к самому себе. Себе. В силу ряда причин. В силу неуверенности в себе. В силу заниженной самооценки. В силу... Еще... Каких-то факторов. В силу... В силу негативного опыта. Например. Или... Эм... Да. И обиды всегда это определенные ожидания. Определенные ожидания, что будет... Вот так, а не иначе. Эм... Значит... Дальше. Либо это... Он... Процесс... Достаточно... Длительный по времени. Берусь и начало... Непосредственно из... Детства. Из... Взаимодействия с родителями. Эм... Когда... Там тоже мы получим соответствующий опыт и соответствующее представление о себе. Эм... К вам, Ксюша. У меня вопрос... Такой. Ммм... Вы говорите о том, что молодой человек... А... Цикует и обижается на каждую мелочь. А... Очевидно, это происходит, ну не... Впервые. И даже не, наверное, десятый раз. Очевидно, что это какая-то система. И вот вы все никак не можете увидеть в этом системе. Не связанную с вами. Ну иначе бы вы не ругались. Ммм... Да? И вопрос у меня к вам. Ммм... Как вы думаете? Молодой человек... Вот... Эм... Эм... Каждый... Такой вот ссоры. Молодой человек, он... Эм... Может вести себя по-другому? Эм... Почему? Откуда? Эм... У вас... Эм... Эм... Берется... Эм... Эм... Мысль о том, что... Молодой человек... Делать так, как он делал, больше не будет. Вот... Как вы приходите к этой мысли? Как вы приходите к этой идее? Ну, наверное, что-то порастает у нас это. Если это надежда, то это желание, желание чего? Если это обесценивание, то... Как оно происходит? И так далее. И вам необходим запрос к психологу, как парень. То есть, вам будет... По-хорошему, вместе с молодым человеком, нужно обратиться... К психологу. Вот... И вместе... Разобраться в тех проблемах... Которые у вас есть. Вот... То есть, помимо... Эм... Того, что... Указывает вас... Эм... Своя проблема... Эм... Свой набор... Трудности... Которые необходимо... Корректировать. Это еще и... Проблема... Чисто вот... Ваша. Поэтому, если вы хотите работать... Работать над... Своими... Своими... Отношениями, то... Необходимо... Эм... Вот... Такая вот... Можно сказать... Семейная... Семейная... Терапия... Семейное... Консультирование... Вот... И... Эм... Это позволит вам... Наладить... Свои отношения... На этом... Все... Я надеюсь... Что помог вам... А... Если... Понравил... Мой ответ... Буду благодарен... За... Его оценку... Эм... В качестве лучшего... Я желаю вам всего самого доброго... Всего удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok